Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. Ну что ж, давайте посмотрим, что в последнее время я успел сделать, кого заработал и так далее. Так, как видим, Легион Смерти у меня 33 уровня, эти все у меня делают... Кстати, вы не замечали такую вещь? Например, вот выполненное у меня задание, да? Я его заказываю снова, выхожу из игры, потом возвращаюсь, и это задание, как было у меня, например, на 5 часах по изготовлению, Так оно и осталось, не продвинулось ни на минуту. Я не знаю, с чем это связано, что это за глюк такой, но это периодически происходит. Так, ну что же, сегодня я решил, вообще-то, ребят, знаете что, попроходить второстепенные задания, у меня их много, вы прекрасно знаете, про что я говорю. Так, здесь мы заберем, да? Смотрите, мы можем здесь выполнить, в принципе, все, и будет все хорошо, да? Ну, этим мы займемся позже. А я про задания вам говорю вот про эти, которые сейчас нам покажут. То есть, была у нас основная, да? Задача, мы ее прошли, то есть, регион 1, 2, 3, 4. Мы теперь с вами ждем, когда у нас откроется наш долгожданный 5 регион, который пока закрыт. Но, как мы видим, у нас здесь еще дополнительные задания есть, вот, 90, 78, 90. И здесь вот нужно тоже 90 звездочек набрать, и я пока 42 получил. Поэтому давайте, наверное, приступим сегодня к этому делу. У нас, смотрите-ка, ДНК можно здесь позарабатывать, также материалы, да? И еще где-то последнее у нас задание. В общем, давайте приступать. И начнем, пожалуй, вот отсюда. Поиск добычи. Так, кнут и пряник. Подожди, это рано еще. Давай вот с этого начнем. Тридцать шестой. Упреждающий удар. Проберитесь на территорию наемников и испортите их припасы, чтобы они не смогли помочь инквизиции. 180 опыта, 1600 монет и 160 камней. Ну что ж, давайте посмотрим, кого нам нужно для этого взять. Мощи, как мы видим, требуются 1400. Поехали. Так, ну что же, возьмем мы с вами, естественно, будем менять отряд. Так, Агиларушку. Подожди, надо вот этих вот убрать для начала. Так, Алонсо. Где у нас Алонсо? Убираем. Подожди-ка. И Андреа. Погоди, какая Андреа? Это кто у нас? Кто это у нас? Констанца. Так, вот. Отлично. Берем с вами, значит, Агилара, Беатрис. И я думаю, что, наверное, Луизу нам придется здесь взять. Черт подери. Ну да, другого варианта не вижу. Я, конечно, понимаю, что здесь нам нужны вот именно такие специализации. Но нету у меня, ребят, нету их в прокачке. Поэтому будем проходить вот так вот. Рискованно, но офиге сделаешь. Если получится, то все будет отлично. Мы с вами получим три звезды. Хотелось бы, конечно. И пойдем уже на следующее задание. То есть, мы проходим. Скажем, получаем по три звезды. Соответственно, получаем потом награду. Украдите материалы. Угу. Украдите материалы. Слушай, дай-ка я камеру отдалю и посмотрю, куда нам вообще двигаться надо. В принципе, карта здесь небольшая. Буду идти туда, куда нам выгодно. Мы можем здесь пройти, но это опасно. Можем вот тут проскочить с вами. Давайте вот здесь, наверное, возьму я для этого дела Агилара. Так как у него есть скрытное убийство. А это нам сейчас тут очень нужно. Пошел отсюда. Хорошо, двигаемся с вами наверх. Надо было, наверное, по низу идти все-таки, мне кажется. Ну да ладно, посмотрим, что здесь. Хм. Луиза, ты как? Ой, 23%. Это совсем никуда не годится. Придется рисковать Агиларом. Ай, упал. Блин, ну что ж такое-то, а? Надеюсь, здесь все получится? Нормуль. У нас, ребята, кровотечение. Мы теряем здоровье с вами. Так, если прыжок, в принципе, должно у нас получиться. Агилар нас вручает. У него, ребята, полностью звезды все прокачаны. Мы это знаем прекрасно. Вот остается только прокачивать уровень. Только не говорите, что мне надо в самый низ. Беатрис. Ну что же. Беатрис, давай тобой сыграем. Бей этого года. С удара просто снесли. Так, кто тут у нас? Бывалый наемник. Да мне плевать на него, если честно. Ага, тут ловушка. Тут ловушка. Все равно мне пофиг, ребят. На эту ловушку. Ай. Ну ладно, Хламон, ты сам напросился. И я тебя сюда не звал. Так ведь? Так. Делаем парирование. И вот так вот. Слушайте, он отдуплит сейчас. Да сдохнешь ты уже или нет, а? Все отлично. И нам только лишь нужно вниз попасть. Слушайте, а вот здесь тоже какие-то вот комнатки. Странные. А в принципе, какая разница? Хоть кем иди, ребята. Это все равно квестовый ивент. Он никакой ценности здесь не несет. Открываем. И получается, что прошли мы с вами здесь на три звезды. Украдены материалы. Все. Ну что же. Есть смысл нам дальше продвигаться с вами. Получать еще звездочки. Ну а здесь мы с вами даже Блиц зарабатываем. Да, именно его. Продолжать. Надо. Так, 180 экспы. Вот это что такое у нас, ребят? Сталь высокого качества. Изготовлена по секретам талентских кузнецов. Талентская сталь славится своей прочностью. Можно использовать для изготовления снаряжения. Так, ну что же, двигаемся дальше. У нас 29-й, я не знаю, уровень. Хотя уровень на самом деле 38-й. На самом видном месте называется. В нежилой части города спрятаны припасы контрабандистов. Инквизиция уже ищет их. Так, опередите противников и ускользните прежде, чем они поймут. Идеальное задание, ребята. Поехали, конечно же. Я с удовольствием буду их обманывать. Ну, вначале мы с вами подкрепимся маленько, потому что здоровья у нас маловато. Особенно у Агилара. Так, подожди, что это я не то делаю? Нам нужно здоровье восстановить ему. Маловато будет, давай вот так сделаем. И Беатрис. Тоже нужно, ребята, восстановить здоровье. Мне вот интересно знать, когда же все-таки они откроют пятый, так скажем, континент. Пятую часть этой игры. Мне так лично она очень зашла. Несмотря на то, что здесь очень долго и медленно идет прокачка. Но, тем не менее, очень даже прекрасная игруха. Так, давайте мы восстановим здоровьица. 45% отлично. Все, хватило. Слушайте, ну вот здесь вот я скажу вам одно. Не актуально вот становится у нас Луиза. Как ни странно. Хотелось бы, конечно, от нее больше толку, но ничего не получается. Может быть, из-за того, что у него мало звезд. Вот такая вероятность есть. Потому что Агиллара и Беатрис, они все-таки, ну, по звездам нормуль. Кстати, я ищу сейчас в последнее время ДНК чисто на Беатрис. Я хочу сделать ее фулкой. Фул звезды. Так, что у нас здесь? Сразу же вот так вот быстро. Ладно, хорошо, как скажете. Интересно, накажем мы его или нет? А я думаю, накажем. 77% это все-таки круто. Так, что у нас здесь? Это квестовый сундук. Припасы мы с вами получили. Ага, значит, нам еще вниз можно. Ладно, погнали. Хм, не понял, подожди. Так, а нам обязательно куда надо идти-то? Ну, вот, предположим. Ага, все, понял. То есть, нам нужно и сюда, и туда, что ли, потом идти? Хм, интересно. Мы можем с вами вот здесь вот пойти понизу. Я предпочту, наверное, понизу, ребят, пойти. Здесь мы берем Беатрис. С этими ребятами мы обязательно с вами расправляемся. Делаем парирование. Кровотечение вешаем. Так, этот от дуплица сейчас. Ну, этого мы тоже с вами добьем. Шикарно. Так, куда дальше нам идти? Наверх. Потом мы будем сюда перемещаться. Ага, значит, все-таки правильно у нас направление. Блин, этот возле колокольчика. Беатрис тогда уж. Ну что ж, давай. Да-да-да, звени-звени. Так, вот это ты разогнался, парень, я тебе скажу. Ну-ка. Лежать, бояться, я сказал вам. Минус один. И минус два. Еще выше поднимаемся. И тут уже испанские ветераны. А тут ловкий испанец. А почему вот этот такой крепкий? Так, ну что, Беатрис, пошли дальше. Интересно. 22%. Это я могу, типа, запрыгнуть, да, сюда и без проблем улепетать. Ну, мы с вами не ищем простых-то вариантов. Так ведь? Нам обязательно надо подраться. Как же без этого-то? Парирование, кровоизлияние. Пускай гад иссякает кровью. Потом, ребята, я вам покажу, какие у меня новые ассасины появились. Так, что вы мне тут показываете? 16% прыжка. Так мы сейчас разобьемся нафиг. Ой-ой-ой. Плохо. Защита минус 30%. Слушай, что это за говнарище тут стоит? Довольный, блин, а? А ну-ка. Ты хорош. Мелкий, успокойся, я сказал. Так, у него инициатива очень большая. Минус. И все, что ли? Ребята, блиц открыт все-таки. Одной, считай, Беатриской мы смогли здесь пройти. Но она, конечно, очень круто пострадала. И могла, в принципе, погибнуть. Но, тем не менее. У нас какая-то тут рулон ткани высочайшего качества. Создан лучшими итальянскими мастерами. Понятно. Ну что же, а мы с вами тогда будем продолжать добивать. Да? Ой, как говорится, проходить все эти уровни на 3 звезды, ребята. Ежедневное задание выполнено. Отлично. Так, и у нас с вами остается 30-й и 31-й. Точнее, 39-й и опять же 39-й уровень. Странно как-то. Инквизиция нашла убежище для одного из своих основных поставщиков. После того, как наши шпионы попытались склонить его на сторону братства. Нужно действовать быстро. Его сделки слишком важны, чтобы забыть о нем. Вот так вот. Вот это полный текст. И там был полный текст. А я, видимо, не знал этого и не прочитал. Ну что же, мы с вами отправляемся. Игра. Выбираем ту же самую команду. Только этой командой я смогу здесь играть. Больше никого. Низкое УЗ. Это ерунда. Мы с вами полностью восстановим здоровье себе. Да. И начинаем. Угу. Устраните чувачка. Смотрим, ребята. Мы можем с вами пойти по низу или по верху. Но по верху очень много ловушек у нас. Поэтому я предлагаю... Да тут тоже не меньше. Хм. Черт подери. Тогда давай по верху. Попробуем. 52%. Оп. Попали. Ну а здесь... Вот так вот. Ничего лучше не придумаешь. Так, смотрите. 95%, но очень мало шансов удержаться нам. Да чтоб вас, а. Слушай, ребята. Мы с вами будем потихоньку, видимо, здоровье терять. А раз у нас кровотечение висит. Ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо-то все. Слушай, если этот говналь на меня побежит, а это же элитный инквизитор. Даже для Беатрис он силен. Блин. Агилар, ну вряд ли у тебя получится. Ты бы, конечно, смог бы убить с удара. Но если ты запалишься на ловушке, а так они прибегут вдвоем. Давай попробуем тогда, Беатрис. Твою маковку. Я этому не удивлен, честно скажу. Оу. Ты не припухлик, говнарь, а? Звездомол, считай, на четверть хп. Так не годится, я думаю, ребят. Слушай, как-то фиговенько у нас тут. Получается все? Ты видел, что этот хмырь сделал? Пошел отсюда. Ёлки-то палки. У нас здоровье-то совсем... Ну и как мне быть-то здесь? Ну ладно, предположим, здесь я... Ну, переползу. И все, да? На этом нам, наверное, ребята, будет хана. Закололи ладушки. 65 процентов, ну. Куда я должен? Наверх или вниз идти? Не пойму. Так, ну явно не сюда. Пойдем-ка лучше мы наверх. С нашим здоровьем тут только и рисковать. Опять, опять ловушки. Слушайте, ребят, ну в любом случае здесь уже мне нужно переигрывать. Полная ерунда у нас, конечно, тут получилось. Ну давай я возьму Луизу, я предположим. Перепрыгнуть сможет? Вот она перепрыгивает, несмотря на то, что у нее такой маленький процент. Ну, взломать сможешь? Нет, а так? Ну хорош, ну Луиза есть. Что у нас тут? Испанский стражник, блин. Тут ветеран испанский. А вот этот вот чувак, который нам нужен. Хм. Так, и как же быть? Рисковать ей придется. Придется, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я у него здоровье практически не отнимаю. Офигеть, он еще и уворачивается. Если он сейчас мне звездой нет, я думаю, будет очень больно. А может быть даже убьет. Не убил, но все равно. Посмотри, сколько он нанес мне урона. Да сдохнешь ты, мразь, а! Черт подери, почему ты не уворачиваешься, а, Луиза? Молодец, отлично. Давай вскроем. Угу. С вами получили хилочку. Так, ну что же, вниз. Торговец Эспиноза. Черт бы тебя побрал. Я рискну, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Еще и помощь придет, да, сейчас? Нет, никакой помощи не пришло, но... Блин. Луиза у меня теряет здоровье, ребята. Кровотечение, понимаете? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. Ну и как сможем мы... С вами одолеть. Или нет? По-моему, нифига. Сейчас если удалить... Опа! Ты понял? Но, согласитесь, это, ребята, не вариант. То есть, для галочки мы это задание с вами прошли. Но у меня-то цель пройти на три звезды. Поэтому, как бы, это не зачет. Блин, всего одна звезда. Потеряли Беатрис. И потеряли мы с вами Луизу. И как-то так нелепо все это получилось у нас на самом деле. Я вот даже не знаю. Или мне попробовать перепройти этот уровень. Или же давайте попробуем вот этот вот. Почитаем, да? Устраните лейтенанта инквизиции в его крепости. Ее хорошо охраняют. Возьмите своих самых лучших ассасинов. Действуйте осторожно. И не щадите никого. Понятно, что нужно здесь быть очень-очень аккуратным. Взять своих лучших ассасинов. А кого мне тут взять? Я могу только предположить, что мне здесь понадобится лекарь. Лекарь. А лекарь у меня... Изабелька, если только. Вот она неплоха. У нее что, всего 15 уровень? Погоди-ка, секунду. У Изабель 15 уровень всего лишь. Твою ж маковку. Даже у Клаудио и то он 18. Но зато у нее 4 звезды. Ладно, беру ее, короче. Погоди, я же хотел взять и изменить отряд. Да, изменить отряд. Убираем отсюда мы с вами Луизу. Хотя Луиза здесь... Ну, хороша, согласитесь. Она хороша была. И берем... Вот так, Изабель. Давай, наверное, мы сразу соточку. И давайте Беатрис тоже подлечим. Тоже соточку. Все. Ребят, поехали. Ответственное у нас тут задание. Будет сильный, я так понимаю, в конце босс поджидать нас. Не знаю, справимся мы или нет. Но надо проверить. Устраните лейтенанта Саламанка, да? По-моему, так? Увеличать этого Хонорика. Ну что, Беатрис? Ой, Беатрис, Агилар, давай, пошли. Минус. Давай попробуем спрятаться и... Из-под тяжка. Круто. Так, опасный враг, да? Сказали у нас тут. Он будет. Я могу, в принципе, взять, наверное, Беатрис. Но стоит ли оно того? Скрытное убийство от Агилара, я думаю, что нам еще где-то может пригодиться. Поэтому я рискую. Так. Парирование. Краутищение вешаем. Хорошо, получается, пока. Минус один. И минус два. Два, елки-палки, я уже думал, не смогли подбить. И если мы с вами наверх идем, что у нас тут получается? Мы можем Агиларом убить, в принципе, вот без проблем этих Олухов. Но если у нас есть медик, я возьму, естественно, Беатрис. Почему медика мы брали? Для того, чтобы хилять. Чтобы хилять, нам нужно, естественно, тратить здоровье. Иначе смысл от медика полностью здесь теряется. Так, минус. Вот это, конечно, чувак очень мощный. У него, видите, да, сабля какая. Обалдеть. Но мы его грохнули. Мы с вами поднимаемся выше. Все выше и выше и выше. Но я вначале думаю, мы хильнемся. Давай мы... Да что ты? Да не... Не это мне надо. Вот, давай. Ё-моё, я не вижу, ребят, даже... Твоё. Подлечили маленько. И, кстати, нужно еще сделать... Вот это вот. Это у нас, ребята, смертоносность. Угу. Еще, что ли, хилинуться или не надо? Да я думаю, пока хватит. Ну что же. Попытка не пытка. Куда ты, блин, свой колокол вонючий звонишь? Я не понял. А что тут происходит? Странно как-то, ребята. Что-то он развернулся, да? Начал же своего бить. Дурила. Так, отлично получилось. Оу, тут еще один. Так, а вот это уже плохо. У меня больше нет кровотечения. Кровоизлияние или как там. Успеем, интересно, забомбашить его? Есть. Оу. 28. Сейчас потеряем здоровье. Сто пудово. Сорвались, блин. Ненавижу я вот это вот. Так, тут нам нужен Агилар однозначно. Что-то мы все с вами выше... Ага. А вон, кстати, и рыцарь. Я попробую, ребята. 81%. Вот это мне нужно больше. Так, скрытное убийство. Отлично получилось. Ну и теперь нам нужно встретиться вот с этим подонком. Я, кстати, могу его вообще убрать. Смотрите. Чик. Хе-хе-хе-хе-хе. Блин. Вот я дурил и обрадовался. Хотя нет, все нормуль. Нам нужно, видимо, еще покинуть эту территорию. А то я уж подумал, не того мы с вами шваркнули. Все хорошо. Да еб... Что ты падаешь-то так? По-жесткому-то. Все? Что такое-то? Я не понял. Да, все, ребята. Ну, здесь у нас намного лучше получилось как-то все. Но, согласитесь, Изабелька, ну, все-таки хилит неплохо. И тем более дает вот эту вот смертоносность, которая увеличивает, по-моему, крит-удар или что-то. Я вот точно не помню. Можно это, в принципе, глянуть, что она нам дает. Вот. Достижение добытчик 3 разблокирован. Так, ну что же, ребята, я думаю, что 30 уровень нам нужно перепройти все-таки. Я думаю, вы будете не против. Так, и давайте, наверное, мы посмотрим, что нам там за дости... Да идите вы за достижение далее. Что же нам такого там далее? Заходим, естественно, в магазин. Подожди, а разве в магазине у нас достижение? Так, бесплатный куб. Крутанем. Что нам выпадет? Так, дрова. Ну, понятно, короче. Ничего хорошего. Так, и, кстати, ежедневную подборку надо тоже мне активировать. Обязательно. Подожди, я хотел, блин, ежедневную подборку, он меня бросает сюда. Ну, ладно, хорошо, фиксим. Доволен, надеюсь. В магазин теперь, пожалуйста, верните меня на ежедневную подборку. Вот. Вот здесь вот. Ну, что же, закупаем с вами все, что можем. Книжки, хиришки, железную руду. И не буду я эти брать. Смотрите, ребята, вы, кстати, в курсе, да, когда вот, например, у меня на Агиларе полностью пять звезд, да, и все ДНК, которые я получаю на него, я перерабатываю вот в такие вот, не знаю, как их назвать-то, осколочки, не осколочки. И за них я уже могу покупать довольно приличных персонажей, видите, да, вот таких я могу брать за Хеликс. А вот таких уже, вот таких легендарных могу брать вот за эти вот сферы, я не знаю, как их назвать, ну, за такие вот куски, короче. Эти куски получаются только в том случае, если у вас есть дубль ДНК на того персонажа, который прокачан полностью, то есть имеет пять звезд. Так что учтите, это довольно неплохо, ребят, смотрите. Ну, правда, стоит это все не дешево, у меня в данный момент, ну, полторы тысячи вот этих вот. Ну, вот я могу взять, например, три ДНК, да, на Луиза Чика, или же на Бартоломе. Если нам взять, подождите-ка, Бартоломе, мы с вами не можем не случайно его повысить. Надо зайти и глянуть в Ассасина, забегаем. Да, ребята, мы можем с вами улучшить Бартоломе до двух звезд. Плюс, кстати, Сеид тоже у нас готов прапаться, и это очень хорошо. Так, ну что, ребят, давайте быстренько теперь пробежимся по моим новым Ассасинам, которых я получил и хочу показать вам. Родриго. Это у нас новый легендарный боец, Ассасин, какой-то пират, я так понимаю. Родриго Де Мендоса. Он у нас искусный фехтовальщик, способный нанести большое количество урона сразу нескольким противникам. Мастерский владеет искусством скрытности. Эксперт по взлому замков на сундуках, что позволяет получить больше добычи. И мы видим, ребята, у него выносилась, ну, слабенькая, прямой урон средний и урон по группе просто великолепен. Также у него скрытность великолепна и перемещение среднее. То есть, маленькая поддержка у него. Навыки. Давайте посмотрим. Активные. Наносит мощный удар всем врагам поблизости. Каждая атака увеличивает ярость героя. Мгновенное действие. Наносит всем врагам 65% базового урона и снижает их показатели защиты на 10%. С каждым использованием увеличивает шанс критического удара героя на 1%. Максимальное 3 использования. Слушайте, но неплохо, я считаю. Особенно вот то, что мне нравятся массовые атаки. Очень хороши, когда вот есть уровни с колокольчиками или еще что-то типа того. Или когда на одной локе, на одной вот этой вот полоске стоят по 2-3 персонажа, которые могут на тебя сагриться. Вообще великолепен вот именно в этих моментах этот персонаж. Смотрим дальше. Вихрь клинков. Быстро наносит урон всем врагам поблизости. Опять же, видите, опять же спецатака на урон всем врагам. Массовый. То есть, наносит всем врагам 120% базового урона. Обалдеть просто. Ну, также мы видим, что у него есть скрытность. Эксперт, между прочим. И взлом. Тоже эксперт. Это хорошо. И тут у нас идет пассивка на страже. Первый удар в бою дает бонус к обороне. Тоже неплохо, да? Смотрите, инициатива увеличивает шанс урота на 5% до конца боя. Вообще шик и блеск. Снаряжение. Ребята, он у нас носит меч. Как мы видим, это меч у нас типа сабли, рапиры и так далее. Носит доспехи. Это у нас робо-ряса. То есть, самый легкий доспех. Ну и аксессуары, ребят, по вкусу. Так, защита. Бонус крит удара соточка. Шанс крит удара 7%. Это неплохо. И у ворот 10%. Ладно, давайте теперь, наверное, про него почитаем маленько, да? Точнее, биография. Родриго де Мендоса, родившийся в эпоху Возрождения, был наемником и генонистом. Который говорил и делал то, что хотел. Любовь к свободе заставила его бросить торговлю и заняться пиратством. Родриго и его команда грабили иностранные корабли и, притворяясь купцами, сбывали груз. Благодаря чему вскоре разбогатели и прославились. К сожалению, репутация и достаток Родриго привлекли внимание инквизиции, которая потребовала от испанца заплатить огромный налог. Де Мендоса не горел желанием расставаться с деньгами. И Тарквимада обвинил команду пиратов в еретичестве, положив конец их разбою. Пожертвовав всем своим состоянием, чтобы избежать более сурового наказания, Родриго и его люди присоединились к братству, рассчитывая отомстить обидчикам. Вот такой, ребята, персонаж. Ну да, пират. Истинный пират. Ну что же, одного героя мы с вами разобрали, посмотрели. И давайте продолжать дальше. Это у нас будет кто? Это у нас будет Лучано. Лучано Каваца. Эпический тень, скрытное убийство. Охотник на тамплиеров. Смотрим, ребята. Выносилось маленькое. Прямой урон, в принципе, неплохой. Скрытное убийство почти отличное. И перемещение среднее. То есть мы понимаем, что это истинный убийца, да? Скрытное убийство. Эксперт по технике скрытного убийства. Каждая жертва, которого увеличивает его показатель атаки. Эксперт в акробатике. С легкостью перемещается по комнатам. Ловкий боец, способный оглушать своих противников. Вот так вот. Навыки смотрим. Активные. Беспощадное убийство. Мгновенное убийство с помощью скрытого клинка. Успешность действий зависит от показателя смертоносности. Скрытая атака с увеличенным на 10% показательным смертоносности. Показатель атаки повышается на 35% на 5 раундов. Отлично, ребята. Убийство из укрытия, да? Убейте противника из укрытия. Показатель проворства влияет на шанс успеха. Вот так даже. Дополнительные действия есть. Хм. Замешательство. Оглушение противников мощным ударом. Оглушенные враги не могут двигаться. На 2 раунда это дело происходит. Неплохо. Ну и, ребята, акробатика, как мы понимаем, эксперт. Смотрите, у них еще дополнительные действия есть. Подъемник. Используйте это сооружение, чтобы подняться вверх. Трос. Используйте трос, чтобы добраться в нижней части комнат. Ага. Пассивный навык. Это у нас учение Альтаира. В основном это учение лежат в фундаментальной идее, заложенной Альтаиром. То есть повышает показатель смертоносности на 5%. Это постоянный эффект у него. Плюс умение. Ну, это мы знаем, ребята, это расчетливый ученик. То есть это для казначейства самое то. И вот это у нас. Отравленный клинок. Клинки, покрытые быстрым и сильнодействующим ядом. Критические удары отравляют цель. И та получает 100% урона от яда в течение 10 раундов. Нифига себе. 100% урон, ребята, от яда. Круто. Ну что же. Я думаю, что остальных, ребята, мы с вами, героев, посмотрим уже в следующей серии. А теперь пойдем и пройдем тот уровень все-таки на 3 звезды. Прям не могу, как кипит у меня. Потому что мы с вами последний уровень прошли. Отлично, да? На 3 звезды. А предпоследний всего лишь на 1 звезду. Да, мы с вами, наверное, оставим медика. Попробуем пройти именно с ней. Ну что же. Вот здесь нам не хватает с вами двух буквально звездочек, да? И давайте-ка приступим. Игра. Я, наверное, не буду менять команду. Пойдем вот таким же составом. Единственное, что я хотел, это вылечить себе Беатрис. Давай-ка, Беатрисочка, мы тебя сейчас немножечко подхиляем. И попробуем пройти этот уровень идеально. Погоди, какое 100%? Нет, не надо. Мне нужно вот 45 достаточно. Отлично. Все, по-моему, у нас у Агилара... О, Агилара чуть-чуть не хватает. Ладно, сделаем небольшой хильчик ему. Вот, 20% замечательно. Ну что же. По-моему, все, да? Можно приступать. Поехали. Будем надеяться, что у нас все здесь получится. Ну что, ребята, на этот раз, я думаю, пойду понизу. Понизу, да? Здесь нам понадобится, скорее всего, Агилар. Я буду рисковать именно им. Поехали. Перепрыгнешь? Е, отлично. Ликвидируем нафиг. Ха, шикарно. А что у нас дальше? Здесь ловушка. Я думаю, что можно использовать Изабель. Да ведь? Опа-на, отлично. Хорошо. Смотрите, 5%. Погоди-ка, а у нас Беатрис. 38. Выбьет, интересно, или нет? Две или ту. Выбила. Ну что, парень, тебе хана. Тебе хана. Вначале мы сделаем вот так. Потом парирование. Кровотечение повесим, да? И будем уже добивать этого Ахламона. Вот так. Слушайте, пока мы идем вообще великолепно с вами. Угу. Так, давай вот так сделаем. Разрулим, как говорится, эту ситуацию. Парирование. Кровоизлияние. Там еще, кстати, один, да? Ну я... А, он же, по-моему, не бежит. Тогда нам даже очень повезет сейчас. Е. Так, давай-ка мы его тоже нахлобучим. Здорово. Ох, блин, здоровья мало. Слушайте, нам нужно захиляться, скорее всего. Сейчас попробуем. Сейчас мы все это сделаем, ребят. Так, добьем? Нет, не добили. Да сдохнет он. Ты что делаешь, эй? Мудозвон. Так, ребята, здесь мы берем опять Изабель. Будем рисковать ею. Она у нас в боях не принимает участие, поэтому... Можно, как говорится, ей пользоваться. Так, у нас... Давайте мы, наверное, с вами посмотрим все эти комнатки. Пока у нас есть такая возможность, мы их раскроем, да? Четыре раза мы можем это сделать. Все, отлично. Вот теперь вопрос. Кем мы пойдем? Вот здесь вот. Агиларом или Беатрис? Слушайте, я, наверное, думаю, пойдем мы с вами, Беатрис. Хорошо, но перед этим мы, наверное, похиляемся с вами. Ну что, давай, Изабелька, лечи, Беатрис. И, помимо этого, нам нужно еще смертоносность улучшить. Вот так вот. Все, Беатрис у меня готова. Поехали. Опа-на, повезло-то нам как. Перепрыгнула ловушку, вы представляете, ребят? На 15 процентах. Ну что? Ладно, сейчас мы этих бусурманов с вами разберем. Так, делаем парирование. Вешаем кровотечение. И будем уже потихоньку их нахлобучивать. Минус один. И этот должен сдохнуть. Е. Так, мы с вами наверх. Слушайте, может быть, нам рискнуть Агиларом, а? Давай попробуем. Прокатит или нет? Е! Смотрите, что будет сейчас. И все. Делов-то на копейку, ребят. Открываем сундук. Ну и, как я вам обещал, этот уровень мы с вами прошли на три звезды. И, в принципе, можно и закругляться. Да, ребята. Ну, а вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях, если вы захотите. Ну, а это я узнаю по вашим лайкам и комментариям. Так что, дорогие мои, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok